Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Итак, к нашей любимой рубрике. Бавовна! Точнее не Бавовна, а потеря российско-фашистских войск в Украине. Бавовна будет отдельно. Да, так вот, я не зря оговорился про Бавовну, потому что сейчас Бавовна цветет и пахнет. Бавовна в Подмосковье. Уже не одна, там уже две. Бавовна вот сейчас прямо цветет и пахнет в Ростове-на-Дону. Ну, мы уже вывесили на телеграм-канале несколько видео оттуда и переписку из местного чата. Очень интересно. Кому интересно, пожалуйста, переходим по ссылочке в описании к данному ролику. Что творится в Ростове, я не знаю. Наверное, им надо чем-то помогать. Может освобождать Ростов от московитов с тем, чтобы как-то там навести порядки. Потому что то, что там творится, это невыносимо. Хотя говорят, что еще есть возможность, что это не был налет беспилотников. Это просто Виктор Федорович с окна выпал, пережравший там водочки и так далее. И получилось вот. Да, такой звук получился неординарный, конечно. И причем не один, да. Видимо, он подскакивал. Федорович, когда он падал с окна, он подскакивал несколько раз, да. Да, ну а мы пока что к нашим баранам посмотрим, что у нас происходит на сегодняшний день на фронте. На фронте у нас происходит продвижение украинских войск в районе Бахмута. За ту неделю, несмотря на все усилия рашистов, зря на то, что они нагнали просто невероятное количество лишнего состава под Бахмут, наши все равно освободили еще 3 квадратных километра вокруг города многострадального. И рашисты не могут наших остановить. Интересно, что у них больше личного состава у рашистов. У них больше техники, артиллерия приблизительно сравнима, но наша лучше. За воздух даже не буду говорить, у них там самолетов в 5 раз больше. Но они дают заднего. Вот так. И под Бахмутом тоже. Под Сватово они пытаются атаковать, получили по зубам продвижение. Нет, сразу скажу. Я имею ввиду направление в сторону Купенска, Харьковская область. Никакого продвижения у рашистов там нет. И у них большие неприятности в работе, у рашистов. Переходящие в неприятности в следующем населенном пункте. Кстати, там уже основная линия обороны. И очень многие пишут, что все у них идет не так, как они хотели. И что касается Херсонской области. Есть еще несколько направлений атак в Запорожской области, которые они не могут остановить. Каждый день какая-то посадочка переходит к нам. Каждый день они... Вот несмотря на то, что вроде бы, да, мы там в Вялике и Могучее. Каждый день они отступают на несколько сотен метров. Вот так вот это получается. Вот. И по Херсону сразу скажу, что есть определенного рода подвижки на левом берегу. В различных местах, скажем так, плацдармов уже не два. Все, больше ничего сказать не могу. Да. Так вот, по вчерашнему дню по потерям российско-фашистских войск. 460 путирастов было укандропуплено в Украине. Общее количество путинасосов, которые отправились с курсом русского военного корабля, составило 257 930 штук. Немало. Да, также вчера продолжался танковый геноцид расшистов. Расшистские танки уничтожали вчера просто супер продуктивно, потому что, ну попробуй гахнуть танк. Да, это сложная вещь. Но за вчерашний день нагухали их 12 штук наши герои. Молодцы, красавцы. 4358 с начала российско-фашистского вторжения. 14 бронемашин путинских отправилось в утильцырье. Кстати, сегодня вам покажу, как выглядят путинские бронемашины на параде. Сегодня, да, парад путинской техники в Киеве. Да, 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 да. Так что заинтригую немножечко, будет сегодня. Посмотрите сегодня, как выглядит путинская техника этим летом. Прошлым летом я сделал много видео. Да, так вот. 14 путинских бронемашин, как говорится, навернулось. И решило, как говорится, перейти на сторону добра, либо вообще пойти в металлолом. Общее количество путинасосных броневиков с начала войны 8449, сказали КВА. Продолжаем расправляться с их артиллерией. Пушек из самоходных артиллерийских орудий на Кондропуплина 19 штук за вчерашний день. Общее количество путинских пушек, которые, скажем так, на пол шестого теперь 5264. Также было у Кондропуплина две системы РСЗО. Всего 719, да. По самолетам-вертолетам остались позавчерашние цифры 315-316. Замечу, что первый раз с начала войны количество у Кондропуплиных вертолетов превысило количество у Кондропуплиных самолетов. Ну, К-52 падают традиционно, да. По беспилотникам вчерашний день 5 штук у Путина отминусовали. Соответственно, 4309. И 12 грузовиков и автоцистерн. Всего 7692. Также было снято у них 4 единицы спецтехники. Это очень дорогие вещи. Я тысячу раз об этом говорил. Это очень хорошо, когда оно минусуется. Потому что производство их дорогое и не ищего. 794 с начала войны. 4 вчера. Ну, немало, немало, ребята. Продолжается отработка также рашистских путей снабжения. Продолжается отработка железной дороги. Работаем. Все, что надо, все делается. С тем, чтобы рашисты не имели возможности активно сопротивляться. А сопротивлялись только пассивно. Да. Все будет Украина.